Девушки отдыхают Когда люди недовольны, люди выходят, люди говорят, власть их слушает и происходит изменение. У нас же на это пойти не готовы и поэтому происходит вот такое. Происходят несанкционированные митинги, люди выходят, а людям нужно выходить. И получается, что часть из них подставляются под удар. Да, отчасти Навальный в этом виноват, потому что Леша всегда ведет себя именно так. Он провоцирует, он провокатор. Ему нужно внимание общественности и кроме как творить всякую херню, сложно получить это внимание. Мы все это прекрасно понимаем, посмотрите тренды Ютуба. И вот Леша действует именно таким образом. И да, к нему приходят его зрители. Да, в большинстве своем это молодая аудитория и они получают по башке. Но здесь тоже надо задуматься, а почему полиция не разбирается и дает по башке народу? Да, потому что полиция получает деньги от власти. Но можно ведь это дело решать не давая по башке детям, а как-то в диалоговой форме. Просто отодвигать. Не обязательно же сразу хватать свою палочку, выручалочку и кидаться в толпу. Ну конечно, возможно это из-за детства, из-за того, что тебя в детстве насиловал отчим, насиловала тебя мать даже. Бабушка с дедушкой на тобой издевались. Поэтому ты сейчас идешь, одеваешь форму, выходишь на митинг и бьешь тебя без разбору. Я конечно не про всех полицейских говорю, но скорее всего там такие люди есть. Потому что уроды есть везде. Переходим к следующей новости. А на моем канале продолжается конкурс на выигрыш нового айфона, либо одиннадцатого, если он выйдет к тому моменту, как конкурс завершится, либо десятого, самого просто укомплектованного. Но для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, во-первых, нужно подписаться на канал и сделать таким образом, чтобы до 31 августа 2019 года на моем канале было 100 тысяч подписчиков. Поэтому, если вам интересно, подписываемся, распространяем ролик, ставим лайк и комментируем. И обязательно, в ином случае, никто айфон не получит. Понятно вам? Все. Следующая новость. Как сообщает новостной портал от Forbes, Тинькофф запустил голосового помощника с вспыльчивым характером. И имя этому помощнику Олег. И знаете, это правильно. Во-первых, об этом говорилось уже давно, что Тинькофф собирается запустить голосового помощника. Вот теперь официально он запущен. И данный помощник теперь может переводить денежные средства, может бронировать вам рестораны, бронировать вам отели. Скоро он появится на iOS, на Android, а потом появится у вас в квартире и будет водить ваших детей в школу и забирать их. В общем, это замечательно. А если он еще будет таким же вспыльчивым, как и создатель непосредственно Олег Тинькофф, то ваши дети будут хорошими детьми, не будут беременеть в 16, не будут курить, колоться, пить и вырастут такими же замечательными бизнесменами, построив свои банки Тинькофф. На телеканале ТНТ, который, пожалуйста, не заслуживайте меня, я не использую ваш материал, я просто о вас говорю, продолжает идти сериал Толя Робот. Замечательный сериал с замечательными актерами, у которых, к сожалению, еще нет Оскара, но скоро сериал закончится. Они получат Оскар, построят из Оскара оскароносный дом и будут там жить, продолжать снимать замечательные сериалы. Если вы не поняли, это сарказм и не смотрите данный сериал, это очередной выблюдок из телеканала ТНТ, который порочит такое понимание, как комедия, ситком и актерская игра. Если кто-то считает, что я спиздил формат введения новостей у Артемия Лебедева, то, ну, считайте дальше. А еще можете заказать у меня дизайн для вашей компании, для логотипа или какой-нибудь слоган я придумаю, потому что я по образованию как бы дизайнер. Ну, а на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, можете и дизлайки ставить, пофиг, это увеличивает ранжирование. Самое главное, подписывайтесь и смотрите, мне нужны эти просмотры подписчики, мне нужны деньги, которые приносят мои зрители. Вот я такой вот честный человек, чего и вам желаю. Всем пока.